Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иеремии. Обратимся к 27 главе. Здесь в 27 главе речь идет о времени царя Сидыкии. Хотя начинается оно, скорее всего, из-за ошибки в рукописи, со слов, что это было в начале царствования Иоакима. Скорее всего, это просто описка, случайность такая. Важно вот что. Бог обращается снова к пророку Иеремии и предлагает пророку сделать некоторое действие. То, что называют пророческим действием. Зримое что-то такое, что люди увидят и воспримут как знак, как образ именно зрительный. Эти действия могут сопровождаться Словом Божьим, но сами они необходимы и для того, чтобы ясно люди поняли волю Божью, Слово Божье, чтобы вот его проиллюстрировать. И как своеобразное подкрепление, чтобы оно хорошо запомнилось, глубоко отпечаталось в сознании людей. И вот в данном случае действие, которое должен совершить Иеремия, заключается в том, что он должен сделать себе узы и ермо и возложить их себе на шею. Ермо, такая деревянная доска с прорезью для головы, которая застегивается на шее и которая используется, чтобы угонять рабов в рабство. И узы, кандалы, вот это должен сделать Иеремия и надеть на себя. И еще говорит Бог ему, сделай такие же и пошли их царям. Пошли к царю Едумейскому, царю Моавицкому и дальше там еще перечисляется. И в конце концов, через всяких послов, пришедших к Сидекию, их в Тир, пошли в Сидон, вот ближневосточным всяким мелким владыкам. И скажи, чтобы передали всем этим людям, так говорит Господь Бог Цаваоф, так скажите государям вашим. Это наказ, который дается разнообразным послам иностранным в Иерусалиме. «Я сотворил землю человека и животных, которые на лицо земли великим могуществом и простертой мышцею моею, и дал землю тем, кому мне было благоугодно». Прежде чем дальше двигаться, посмотрим на одну вот вещь важную очень, которая здесь, собственно, для пророка и для воруха, который записывает все эти события с участием Иеремии, в общем, второстепенно. А для современного читателя может быть важна. Дело в том, что Бог говорит, я сотворил эту землю, и поэтому мне принадлежит на ней власть, потому что я ее сотворил. Собственно, рассказы о сотворении мира, которые мы видим в самом начале Библии, в книге Бытия, они даются здесь, в этой книге, не для того, чтобы рассказать читателю подробности космогонии, как там происходили планеты, эволюционировали животные и так далее и тому подобное. Это античный средневековый взгляд на вещи, который себя полностью дискредитировал. На самом деле, в наше время выглядит просто смешно. Нет, нет. Задача, которую выполняют рассказы о сотворении мира, вот такую логику обозначить. Бог сотворил этот мир, и поэтому он имеет право давать закон. И поэтому он имеет власть требовать исполнения закона. В частности, вот здесь, вот в 27 главе, в 5 стихе, Господь говорит об этом более чем ясно. И дальше, смотрите, он говорит, вот я все сотворил, мне принадлежит власть, и все эти земли, не только иудею, но и окрестные народы, и думею, маав, тир, все отдаю в руку новоходоносора царя Вавилонского, и все будут служить ему, пока не придет его время. Пока не придет его время. А те, кто не захочет служить новоходоносору, не склониться под ярмо, тех я накажу мечом, голодом и моровой язвой. И вот что ты с этим будешь делать? Потому что мы, конечно, привыкли к тому, что мы хорошие, значит, наши войны непременно справедливые, хотя мы часто ведем их в полной неадекватности, о которой говорил Бог в предыдущей главе. Да, и Бог должен быть на нашей стороне. Вот какие-то нехорошие бяки в Вавилоне нападают на нас, ну ладно, там на соседние народы, к которым Израиль тоже относится, не без презрения. Но вот на нас таких замечательных, хороших нападают. Мы же должны победить. Ведь воля Божья должна быть к тому, чтобы мы всех победили. А Бог говорит, если не подчинитесь, погибнете. Вот оказывается, что вместо того, чтобы этот, как кажется, богоизбранный народ вести к победе, как это, мы в битвах решаем судьбу поколений, страну от побед к победе ведем. Вот вместо этого Бог говорит, склонитесь под ярмо царя Вавилонского. То есть он что хочет, чтобы эти люди пережили вот такое национальное унижение, полную катастрофу, крах, да, позорный, осознали свое ничтожество. Ведь это очень тяжело, это мучительно, это больно, это страшно. И этого никто не хочет. Только Бог говорит, пройди через это. И те, кто через это пройдут, они добрый плод. А те, кто откажутся, худой. Вот такая вот поразительная вещь в 27 главе открывается нам. Бог хочет, чтобы народы Ближнего Востока, в первую очередь Иерусалимляне, народ, который подклонит выю свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, я оставлю на этой земле. Он будет возделывать ее и жить на ней. А кто не захочет, погибнет. Для кого, как потом мы увидим, для кого вот эта вот гордыня, гордость своим величием, силой, не знаю там, несгибаемостью и бескомпромиссностью, чем еще там люди любят гордиться, до кого это все окажется важнее, повиновение Богу. Даже ценой унижения, даже ценой позора. Вот те погибнут. Или ты неизгибаемый борец и опыта ничтожности, собственно, у тебя нет, но тогда у тебя нет перспектив. Или ты способен прислушаться к Богу и принять на себя это унижение и ничтожность, потому что так сказал Бог. И тогда есть перспектива. И тогда есть путь жизни. И вот Иеремия говорит садыки царю иудейскому все это. Он говорит ему подклоните выю под ермо царя Вавилонского. Зачем тебе умирать и народу твоему от меча голода, мородовой язвы? И дальше появляется мотив, который будет еще не раз вот в ближайших главах затронут, не слушая этих самых лжепророков. В наше время в основном, конечно, эту цивилизационную функцию исполняют эксперты, политологи и тому подобное. Властители дуб, публицисты, пропагандисты, и так далее. Большая часть которых говорит прямо как пророки садыки «все будет хорошо». «Все будет хорошо». Лишь крайне немногие из современных этих самых экспертов решаются, решаются говорить что-то, что будет неприятно их читателям и слушателям. Хотя на самом деле это один из признаков подлинного пророчества, как выясняется вот здесь, вот в этой части книги Иеремии. Важно, что Бог говорит, не слушайте этих пророков, они от себя говорят, а не от меня. «Я им этого не велел». «Вот ваши пророки вам говорят, ничего страшного, ну, угнали, их скоро там к осени вернут, из Вавилона, сосуды, Дома Господня» и так далее, и тому подобное. И Господь говорит, что «нет, я не посылал этих пророков, я не посылал этих пророков, а моя воля в том, чтобы вы подчинились царю Вавилонскому». Зачем доводить город сей до опустошения? Вот в этой обстановке катастрофы, когда как какой-то безумный клубок действия Иерусалимского царя, Навуходоносора, окрестных царей, вот все, Египта еще до кучи, все это сплетается в какое-то такое месиво, летящее в пропасть. Бог на самом деле говорит тем, кто слушает пророка, «Ваша задача выжить, ваша задача выжить, сохранить себя». Невозможно сохранить там, не знаю, ну, державу. Держава рухнет, они все время от времени, как бы у них ограниченный срок годности у державов. Да, культура тоже носителями всего этого являются живые люди. Вот вы себя должны сохранить. Для этого надо слушать Бога, для этого надо исполнять заповеди Божьи и склониться под ермо царя Вавилонского. Божьи и склониться на Вавилонского. Редактор субтитров Продолжение следует...